Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Владислав Иванов, главный пластический хирург Министерства здравоохранения Рязанской области. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, касаемо пластической хирургии, все сейчас говорят, что кризис у нас в стране, что мы плохо живем. Вот тем не менее, люди продолжают обращаться за услугами пластических хирургов. Дело все в том, что пластическая хирургия – это гораздо более широкая специальность, чем об этом все думают. Это не огромная грудь, это не губы бегемота, это не то, что непонятно какие лица, которые показывают по телевизору. Самая пластическая хирургия, она несет в себя основы медицины, которые наиболее востребованы в наше время. Это минимальная инвазивность, функциональность и социальная значимость. Именно этим критериям полностью соответствует наша специальность. Большей частью мы занимаемся не тем, что я сказал, да, это так называемая эстетическая медицина, улучшение того, что уже есть у человека. И очень огромная область нашей работы – это реконструктивная хирургия, это ожоги, послеожоговые рубцовые деформации, вот, это переломы челюстно-лицевой области и очень много других вещей, которые требуют вмешательства именно пластического хирурга. То, что видно на поверхности, это, так скажем, лишь небольшая верхушка айсберга, причем верхушка, так скажем, пенообразующая. Не всегда она правдивая, не всегда она, так скажем, адекватно воспринимающаяся и неадекватно иногда передающаяся. Сама пластическая хирургия – это наиболее сейчас развивающаяся область во всем мире. Именно поэтому наше правительство выделило нашу специальность пластической хирургии, скажем, в отдельную область, да, теперь мы наравне с акшерством гинекологии, хирургии, лор, болезнями, травматологии являемся своей отдельной специальностью. Кроме того, даже несмотря на кризис, правительством в отдельном постановлении было определено, что утверждается Институт пластической хирургии как головное лечебное учреждение, поданное по нашей специальности. Я думаю, вот эти вот основные фундаментальные шаги подтверждают то, что пластическая хирургия – это нечто, какая-то феерия, надуманность, вот, а это очень востребованная и очень нужная и самая перспективная область на сегодняшний момент в медицине. А вот, тем не менее, ну, к врачу ходят практически все, да, периодически все ходят к терапевту, к лору, ну, не знаю, к каким-то таким популярным, наверное, врачам в любом случае. Насколько часто вот обращаются сейчас к пластическим хирургам в нашем городе, например? А вы знаете, как сказать, вот по своему опыту работы у нас очень большой поток больных. Вот у меня по понедельникам был прием в областную клиническую больницу, то есть, ну, минимум человек 10-20 приходят на прием, причем с совершенно разным вопросом. И в течение недели также я консультирую пациентов с самыми-самыми различными проблемами. А какие, тем не менее, вот проблемы? Ну, странно, наверное, так говорить, тем большей популярностью пользуются. Чаще люди обращаются. Вот зачем? Если брать реконструктивные какие-то вопросы, да, то это вопросы рубцов-рубцовых деформаций, как посттравматических, так и послеожоговых. Вот. Вторая большая группа пациентов – это послеоперационные проблемы, связанные с вмешательствами на различных частях тела. Третья группа пациентов – это пациенты послеонкологических заболеваний, например, перенесшие мастектомию, обращающиеся за восстановлением молочной железы или за исправлением тех дефектов, которые возникли после того, как было проведено удаление той или иной опухоли. Вот. Если касаться эстетических проблем, то есть улучшения лучшего, то на первом месте, наверное, стоят операции по омоложению лица и по пластики груди. На втором месте стоят пациенты с деформациями тела, как правило, это обдоминопластики, липосакции или, что сейчас очень популярно, это метод липошифтинга и липофилинга. То есть в одном месте мы убираем жир, и собственный жир, который мы убрали, мы добавляем в другие места. То есть мечта практически женщин всех. Да, мечта практически всех женщин, живота, допустим, жир убрать и пересадить её в грудь, а вот, или, допустим, в скулы вместо того, чтобы там использовать какие-то синтетические филлеры. То есть своё улучшает своё. Здорово. Да, на сегодняшний день мы располагаем такими технологиями. Я думаю, сейчас вот очень многие порадовались. Ну, мы стараемся радовать большинство наших пациентов. А вот скажите, тем не менее, это хирургическое вмешательство и серьёзное хирургическое вмешательство. В любом случае, да, насколько это опасно? Вот знаете как, пластическую хирургию не следует воспринимать как поход в булочную, косметологу, это хирургия. В каждой хирургии бывают свои осложнения. И об этом мы говорим каждому пациенту, который обращается к нам за медицинской помощью. Вопрос озвучивания осложнений, которые могут быть при той или иной процедуре, является обязательной в консультации любого врача, а пластического хирурга тем более. Мы говорим об общих хирургических осложнений, которых могут быть. Хруктечение, нагноение, формирование растяжных гипертрофических килоидных рубцов, выявление скрыто протекающих заболеваний, тромбоза, эмболии. Это они могут быть в любой специальности, по которой человек может обратиться к врачу. Убрать зуб, может осложниться. Отрезать холецистит, убрать вросший ноготь, сделать маникюр. То есть эти осложнения, они могут быть в любой специальности. В нашей специальности мы обсуждаем еще одну большую группу осложнений. Это, так скажем, специфические осложнения и осложнения эстетического толка. С чем это связано? Первое – это синдром неадекватности восприятия операционного процесса. То есть нельзя пациента… Пациент идет на операцию как будто как поход куда-то к косметологу, что это просто. Нет, это не просто. Это больно. Это требует реабилитационного периода. И разъяснить ему, что его ждет – это наша задача. Другое дело, воспримет наши слова пациент или нет. Или он будет обитать в своем мире и воспринимать ту розовую вату, которую он вычитал в интернете. Но мы всегда всем говорим, что его ожидает в послеоперационном периоде. И второе – это синдром неоправданных ожиданий. К выписке из истории болезни ни новый муж не прилагается, ни Мерседес, ни миллионы поклонников, которые падут к рук ногам. Ничего. Женщина попадет в ту же самую среду, из которой она вышла. И вот этот вопрос является для России наиболее сейчас самым сложным. Потому что женщина попадает в среду, из которых она вышла. Да, для того, чтобы о вас сказали хорошо, нужно сделать только одно – только умереть. Во всех остальных случаях вы будете обсуждаться в обществе, вы будете обсуждаться в кругу семьи, в кругу друзей. И не всегда эти отзывы будут достаточно благоприятными. Это особенно касается изменения внешности. Если, допустим, на Западе очень широко идут методики, которые дают действительно радикальное омоложение, то есть вы выскакиваете из своего возраста на 20-25 лет. Такого у нас женщины боятся. Они омолаживаются на чуть-чуть. Это я называю красиво стареем в своем возрасте. Что будет, если женщина радикально изменится? Она не будет узнавать себя в зеркало, ее не будет узнавать социальная среда, в которую будут включены и профессиональные сферы, и семейные сферы. То есть будет полная социальная дезадаптация, а мы, наоборот, хотим более адаптировать женщину к той среде, в которой она живет. Как часто передумывают люди? Да, люди передумывают. После того, как разговариваешь с ними достаточно принципиально, без всякого сюсюканья, люди начинают об этом задумываться, и процентов 10-15, которые пришли на консультацию, задумываются о многом и отказываются от оперативного лечения. И причем это нас очень радует. К нам не попадает, так скажем, акцентированные личности, к нам не попадают психологически неподготовленные личности. И этот вид консультирования, который выбрали мы, в психологическом плане, во-первых, он защищает нас от целого ряда граждан. Непонятно, зачем пришедших к врачу, в том числе и пришедших, так скажем, заработать на нем. Да, это защищает пациентов, которые идут к нам необдуманно, или пациенты, идущие неизвестно зачем. Вот это, конечно, нас очень-очень спасает. Ну вот касаемо пластической хирургии, всю жизнь, наверное, эта область медицины попадала в какие-то скандалы, интриги, расследования. Как вот у нас дела обстоят с этим? Дело все в том, что мы на территории Рязанской области построили всю структуру пластической хирургии на академическом уровне. Что это значит? Во-первых, в этой области работают профессионалы, так скажем, профессионалы с большой буквы. Я не стесняюсь об этом говорю. Все врачи с высшей квалификационной категорией, те, кто занимается действительно большой пластической хирургией, так скажем, они отжиганием бородавок, те имеют высшую квалификационную хирургическую категорию. Тем самым мы обезопасили своих пациентов от того, что может случиться у них, если они попадают в руки, так скажем, врачей, так скажем, с менее квалифицированных и меньше-меньше стаж работы. В общем, можно сделать в любом случае вывод, что, живя в нашем городе, если возникнет такое желание или необходимость, то действительно попадешь в хорошие, надежные руки. Да, причем я в этом уверен, потому что мы действительно работаем на том уровне, на котором работает весь мир, с использованием всех тех технологий, которые есть во всем мире. Причем эти технологии мы используем, которые прошли апробацию, так скажем, не одной клиникой и не одним годом. Ну что ж, спасибо вам огромное. Будем красивыми. Телезрителям напомню в гостях у меня сегодня был Владислав Иванов, главный пластический хирург Министерства здравоохранения Рязанской области. Программа «Городские встречи». Увидимся.